Жик! Всем привет! С вами на связи Галента Михаил Фёдорович! И мы сегодня с вами поговорим на тему «Спеши жить!» «Спеши жить!» Так как она очень коротка, наша прекрасная жизнь. И если мы не будем её ценить, уважать, она пройдёт скучно, и неинтересна. Да, как проходит она у многих людей. Но это прекрасный опыт каждой души, каждого человека, каждой прекрасной сущности испытать океан ощущений. Радости, страданий, печали. И это всё есть богатство, которое нас может сделать только богаче, каждого индивидуально. И спеши жить. Нет времени на то, чтобы ссориться, обижаться. Ну, это потеря времени. И приведёт вас только к расстройству. Жик! когда мы уйдём с этой планеты Земля, у нас останутся только лишь эмоции, больше ничего. невозможно забрать, кроме эмоций и памяти. Это как взять видеокассету. Снимался целый фильм, а забрали только маленькую одну видеокассету. Её включают, и происходит фильм. Так и наше тело. Когда мы уйдём отсюда, у нас будет только одни лишь воспоминания, как кассета. Её можно бы просмотреть. Но это не физическое явление, это в другом будет проявление. Большим это недоступно в понимании и знании. Оно становится доступным, когда человек становится осознанным. Что такое осознанность? Это значит спешить жить. Без этого нельзя. Спешить жить — это великолепное ощущение, когда ты можешь быть в Творце. осознавать Творца, принимать Творца, испытать полноту пребывания здесь — это быть счастливым. Это есть уже своего рода показатель того, что ты счастлив в душе. Я артист. И артист драматического театра. Шичу. Я просто артист балета по образованию акробата. Жык. Мы живём очень короткие жизни здесь. Кому пять лет, кому десять, кому два года, кому девяносто, кому семьдесят, когда шестьдесят три. У всех это прописано. Это надо понять и усвоить. Это естественно, что человек рождается в этом мире. И естественно, что он уходит с этой планеты земля. С этого состояния, с этой игры, с этого измерения. Так как игра у нас очень короткая. Но за эту короткую игру надо каждой душе, каждой сущности понять Творца. Когда ты понимаешь, принимаешь Творца в себе, в своей душе, у тебя больше нет вопросов и претензий к окружающему миру. Да, там стреляют, но к этому претензий больше нет. Нет. Они исчезли. В этом нет больше нужды. И не такой нужды, которая там ну да, тебе все по барабану. Нет, мне не по барабану. Я это просто принимаю. Принимаю. Я это не отталкиваю. Оно есть, я принял. Мне надо будет завтра уйти с этой планеты земля. Я уйду. Приму. Точнее даже сбежу. Честно говорю. Ну пока не пускают. Говорят сиди здесь. В сказке рассказывать начинай на камеру. У нас есть большие возможности научиться этому. Это есть самый важный шаг. шаг. Шаг это вот первый шаг, который мы делаем с помощью нашего прекрасного тела, которое нам дано на временное пользование нашему сознанию. Мы можем ощущать боль, звук, вкус, запахи. Это очень круто. Мир это такое состояние. И все оно оригинальное. Таких больше нет. Есть подобные, но опять же это не такое. Мы находимся в одном прекрасном мире. жиг, спеши жить. Это понять себя и только себя, больше никого. если ты понял себя, то ты сможешь понять и всех остальных людей. Это говорили тысячи мудрецов на нашей планете Земля. Тысячи. И мы их не слышим. Они оставляли мудрость, как познать мир. И мы это не используем. Точнее, я уже начал использовать. Нет времени на потом отлаживать. Потом не будет. Только сейчас. Он очень прекрасен. Даже когда больно, это ощущение. Это ощущение боли. это тоже неописуемо. Хотя я не приветствую боль. Но она меня преследует постоянно. Я так понял, что без боли человек, может это индивидуально, не может существовать, так как боль это одно из важных физических, сердечных. Жык. Когда человек принимает, он становится соучастником Творца. Творца. Он просто его принимает. Каждый человек, он не может быть по сути своим плохим. Это создание Творца. Его невозможно осудить, но какой смысл, если он создан Богом, Творцом, и вы его можете видеть. Он может присутствовать в вашей каждой дневной игре. Он вызывает у вас эмоции. Он что-то ляпнул там. Не попак. Попак, покок, покак. Но это вызывает эмоции. Вот видите, эти даже эмоции, когда я с вами общаюсь, мне вызывают эти слова позитивные. Произошли звуки, но не вызвали у меня позитивные эмоции. Я могу только если честно сам собой быть, я могу поблагодарить этого человека за вызванные эмоции. Осознанность это ворота. Это ворота, которые открывают в мир ощущений и принятия самого Творца. Принятия всего. При этом понимаешь, что ты очень находишься короткое время здесь. очень короткое. И никто из вас не знает, когда он будет уходить. Или дети, или бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, друзья. Это никакого не имеет значения. Через восемь часов, когда я засну, меня не станет. И все, что здесь я делаю, я не буду помнить. Эта реальность для меня исчезает. Ее больше нет. Это реально становится сном. И сном, что я с вами разговаривал. И только спустя какое-то время, как мы говорим в таких терминах, мы просыпаемся. И у нас игра опять оживает. И мы как роботы «Петя, что делать? Маша, куда идти? Дети в школу? Папа, не трогай». Но вы поняли, мы просыпаемся как тела. И это очень вдохновляет, потому что у нас еще есть 15 часов поиграть в игру. В ту, которую вы уже создали. Которая прописанного слаживается из кадра в кадр. И так мы переходим с одной фотографии в другую. Жык! И не надо никогда бояться смерти. Мы вечные. Надо спешить жить здесь и сейчас. У нас нет времени. Я вас всех люблю. Я обнимаю вас. Крепкого здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайк. И мы будем вместе с вами продолжать наши истории. Жык! Круто! Так как человек забыл. Состояние, трансформации. Хотя тоже может ощущать, но это планета Земля и полетели. Забыл. Жег ... ... ... С Продолжение следует...